Девы, приветствую вас! Это прогноз для вас на август 2024 года. Мы будем говорить о том, что будет происходить в этом месяце и как он повлияет на вашу судьбу. И, конечно, это прогноз не только для солнечных дев, потому что мне все время задают этот вопрос, уже его начинаю уточнять, но и для дев асцендентальных. Если вы по асценденту дева, то вы тоже, имеет смысл, конечно, посмотреть этот прогноз. Ну, наряду с прогнозом для солнечного знака вашего. Что же касается этого месяца, то в нем происходит сразу несколько событий, уважаемые девы, которые очень сильно могут на вас повлиять. Ну, в первую очередь мы ждем ретроградность Меркурия. И в обязательном порядке она придет. Меркурий будет ретроградным с 5 по 29 августа. И да, это период для вас очень важный. Ну, понятно, что попятное движение Меркурия самое важное, но как бы влиять в своем попятном движении он на самом деле начинает на нас немножечко загодя. Ну, в случае вот лета его как бы такое усиленное влияние на нашу судьбу уже началось где-то 16 июля. А вот как бы кульминация этого влияния мы как раз с вами обнаружим в период с 5 по 29 августа. Вот так вот. Так что в вашем случае, конечно, Меркурий всегда на вас влияет, потому что он ваш управитель. И по тому, как он идет по небу, как он себя ведет, с какими планетами он взаимодействует, мы, безусловно, астрологи, можем предположить, что будет происходить в судьбе тех, под чьим влиянием, под его влиянием кто родился. Но, тем не менее, ретроградность это всегда такое время для всех, для нас жителей Земли. Ретроградность Меркурия это время возвратиться к вопросам прошлого. То есть это говорит о том, что какие-то события, какие-то темы, какие-то разговоры, может быть даже конкретные люди из нашей жизни хоть и ушли, они хоть как бы и отсеялись, но они еще актуальны для нас. У них есть энергия для нашего будущего, для нашего развития. И мироздание очень мудрое, оно всегда возвращает именно эти события, эти ситуации в нашу жизнь вот на таком ретроградном ходу таких планет, как Меркурий, Марс или Венера. Ну, в случае августа у нас сейчас пока Меркурий ретроградный, и, безусловно, для каждого из нас это как раз время, когда мы возвращаемся в прошлое. Может быть это про то, что мы как бы ставим там точку, окончательно решаем что-то для себя в какой-то ситуации. А возможно это наоборот про некое второе дыхание, которое появляется у этого события или у ситуации, связанной с конкретно взятым человеком. Так что, уважаемые девы, тут сложно сказать, что вот именно в вашем случае, что будет, как это будет звучать, это вообще даже не вопрос вашего знака зодиака больше, а вопрос вашего личного прогноза. Однако, хочу обратить внимание, что ретроградный Меркурий переходит в свое именно ретроградное положение, лучше сказать как, Меркурий переходит в свое ретроградное положение все-таки на соединении с Венерой. И это один из признаков того, что в целом начало августа для вас очень даже позитивное. И если будет возврат к каким-то даже не очень приятным ситуациям, то вы не почувствуете от этого никакого дискомфорта. Наоборот, вы будете даже рады встретиться или с какой-то новостью из прошлого, возобновить какой-то разговор или какое-то знакомство. И я думаю, для многих из вас, вот как раз-таки вопрос личных знакомств, вопрос, может быть, личных связей, которые уже были утеряны, он станет наиболее актуальным. И первая половина месяца как раз-таки на возобновление этих связей вам и дана. Во второй половине месяца Меркурий уже переходит, будучи ретроградным в знак Льва, и там он действует на вас совершенно по-другому. И, кстати, некое такое небольшое предсказание для каждого знака я сделала в своем телеграм-канале. Отдельный пост я посвятила этому, и там прям вот можно перейти по первой ссылке в описании под этим видео, перейти на него, найти свой знак Зодиака и прям это предсказание прочитать. А для тех из вас, кто не знает, как описание под видео смотреть, напомню, что у видео есть название, и дальше написано слово «Еще». Вы на него нажимаете, вам выходит описание, и вот как раз-таки в этом описании вы видите ссылку, по которой стоит перейти. Это вот что касается ретроградного Меркурия и определенных задач, которые, скажем так, с ним будут связаны. Но помимо этого, помимо этого есть и другие планеты, которые будут также укреплять тему взаимоотношений в вашей жизни. Это, например, планета Венера. Венера как раз-таки в день, когда Меркурий становится ретроградным, она-то переходит в этот день в ваш знак. И будет в этом знаке вашем ровно так же, как и Меркурий ретроградным до 29 августа. Когда Венера попадает в наш знак, то есть она проходит наше Солнце или наш Асцендент, это время очень-очень приятное. Это время, когда мы получаем какие-то небольшие подарки от судьбы. Ну, если мы щедры, если нам есть чем поделиться, то Венера делает нас как раз-таки очень открытыми для мира. И мы точно так же можем дарить подарки другим людям. Но Венера вообще предполагает всегда взаимобмен со средой. Это планета, которая дает нам энергию для открытия себя миру. И, конечно, вот для асцендентальных, особенно дев, это будет характерно, что как бы они потянутся к миру. Им очень будет хотеться расположить к себе окружающих. И это у них вполне получится. Во второй очереди это коснется солнечных дев. Однако в случае солнечных дев это может также иметь отношение не только к взаимопониманию с другими людьми, но и также потребности и желанию как-то улучшить себя, улучшить свой внешний вид, улучшить свою жизнь, в чем-то ее облегчить, в чем-то ее украсить. И это может привести к тому, что у многих солнечных дев появится потребность в отдыхе, в большем отдыхе, чем в любой другой месяц. Потребность в том, чтобы устроить себе настоящие каникулы. Может быть, потребность к некоторому расточительству она тоже может быть. Ну и, конечно, для солнечных дев я бы рекомендовала как раз-таки в этом месяце какие-то косметологические процедуры, изменения своего стиля и так далее. Потому что Венера всему этому в вашем случае очень может не просто способствовать, она благоприятствует, она благоволит именно этой деятельности вашей. С 22 августа у вас очень интересный период наступает. Если до этого у вас была какая-то определенная, я бы не сказала, что праздность или ленность, но может быть, вам не хватало немножечко на какие-то важные решения энергии. Это вполне могло быть, и особенно, кстати, сложно решиться на что-либо вам в период где-то с 16 по 21 число. Август – это самый такой для вас напряженный период, кризисный, когда вы ставите все на стоп, становитесь очень робкими, нерешительными. Даже если вы были очень уверены в том, какое решение стоит принять, какой вердикт вынести, вот в этот период опять начнете сомневаться и не сможете этого сделать. Но после 22 августа, когда солнышко перейдет в ваш знак, и вы получите его силу, его энергию, его мощь, у вас откроется второе дыхание. И вы почувствуете, что у вас будет прилив сил, и прилив настроения. И вы захотите очень легко сделать то, что вам не давалось до этого. И это, кстати, если вы до этого периода чувствовали себя не очень хорошо физически, в том числе, а такое бывает, что пока солнце идет по знаку, который предстоит нашему, мы чувствуем некоторую физическую усталость, большую, чем всегда. Но в любом случае это все проходит, когда солнышко переходит в наш знак, и в вашем случае это как раз 22 августа, все у вас действительно улучшается. И такой вот прилив сил способствует тому, что после этого числа, до конца месяца, вы намного более продуктивны во всех профессиональных и других вопросах, чем до этого. Хочу также обратить внимание, что мы в августе очень интересный аспект проживаем между двумя социальными планетами, Юпитером и Сатурном. И эти две социальные планеты, они несут нам определенную задачу. Кому-то из знаков они дают возможности, а другим необходимости решать профессиональные вопросы. В вашем случае необходимость, необходимость роста. Вы засиделись на одном месте, уважаемые девы. Если вы чувствуете, что вас сейчас это кольнуло, значит, наверное, где-то так вы и думаете. И в таком случае август это время развития. И самое оптимальное время для этого развития, как я уже сказала, это с 22 августа. Если вы еще на меня не подписаны, обязательно подпишитесь, где бы вы меня не смотрели. Если смотрите меня на ютубе, то поставьте колокольчик также после подписки, нажмите на него. Таким образом вы будете знать, что у меня выходят новые видео, и не пропустите его. Смотрите меня где-то в другом месте, просто подписывайтесь на мою ленту новостей там. Я же с вами прощаюсь, но только до следующих встреч. До свидания!